Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Самарцы с размахом отметили День России. В областной столице прошли концерты и фестивали, а завершилось все фейерверком. Уничтожить на корню. В областной столице начался поовальный покос аллергенной амброзии. Фестиваль «Лето в Кремле. Волжский хор» отметит 65-летний юбилей гастрольным туром. Узнать правила игры в футбол с первых дней до нашего времени. В музее Самарокосмической открылась выставка, посвященная чемпионату мира 2018. Семь лет спортивного счастья. Конный клуб отметил день рождения показательными выступлениями. Министр транспорта России Максим Соколов приехал в Самарскую область. В Тольятти он встретился с губернатором Николаем Меркушкиным. На совещании обсуждались вопросы реализации региональной комплексной программы в рамках государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». К концу года в нормативном состоянии должны находиться 48,5% дорог Самарско-Тольяттинской агломерации. Также по программе развития необходимо за два года вдвое сократить количество аварийно-опасных участков. По словам министра, на первом этапе финансирование программы из бюджета всех уровней составит более 4 миллиардов рублей. «Наверное, и жители Самары, и Самарской области, и гости, которые приезжают сюда, увидели колоссальный объем транспортного строительства. Это касается не только дорог, это и аэропорт, и другие объекты инфраструктуры. И, конечно же, без воли губернатора и без взаимодействия на уровне субъекта федерации, такие федеральные стройки были бы в такие стройки невозможно». «Мы выйдем по итогам вот этого года, Максим Ильич сказал, нормативы примерно 54% дорог в нормативном состоянии будут, и впереди еще очень много работы. Что касается федеральных дорог, то уже в 2018 году, к концу 2018 года, федеральные дороги в Самарской области практически 100% будут в нормативном состоянии». В выходные Самара отметила День России. Основные действия развернулись на набережной. Там два дня проходил фестиваль «Волгофест». Завершился праздник красочным фейерверком. Самые яркие моменты. Дня России увидели более 180 тысяч жителей и гостей города, а также наши съемочные группы. На «Волгофесте» масштабном фестивале набережных собрано множество арт-объектов, поражающих своими формами, задумкой и исполнением. Чтобы ничего не упустить и познакомиться с каждым произведением, нужно было следовать за большой зеркальной птицей, возглавляющей променад-шоу «Полет жизни». Оно стало главным путеводителем по фестивалю. Актеры останавливались у каждого арт-произведения, показывали театральное представление и рассказывали про объект. Главная задача, признаются организаторы, помочь в понимании современного искусства. Рассказывать действительно было о чем. Команда больше, чем из 500 человек, среди которых и организаторы, и волонтеры общими усилиями сделали на Самарской набережной грандиозный праздник. У гостей не было и минуты для скуки. Гигантские кальмары в небе, стихи Марины Цветаевой в стиле хип-хоп и жаркие латинские танцы под палящим солнцем. Это только малая часть интерактивных площадок, которые были доступны всем гостям фестиваля. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На «Букфесте» это город, оживающий книг. И здесь оживают книги, персонажи, писатели, их дома, города и так далее. Ну, видимо, здесь у нас какие-то детские персонажи, зайцы и чебурашки подружились на одной картине. И сейчас мы вешаем это, максимально оживляя наш город. В сказочном городе новые персонажи появляются каждую минуту. Книжная площадка на фестивале набережных – одна из самых популярных. Одновременно с лекциями проходят мастер-классы для детей и взрослых. Нарисовать комиксы, изобразить любимых литературных героев – здесь верх берет творчество. Мы любим разные книги. И зачастую, когда мы их читаем, мы как будто бы погружаемся и путешествуем. И поэтому наши персонажи, мы им создаем места, куда им можно перепрыгивать. Каждый такой человечек может оказаться в «Снежной королеве», потом перебегать в «Гарри Поттера», потом оказаться где-нибудь в сказке «Буратино», поведать его золотой ключик, открыть тайну и так далее. Мы продвигаем такую важную для нас вещь, как культура участия. Все площадки, они не настроены так, чтобы человек приходит и просто смотрит. Для этого есть сцена. Остальные площадки все так или иначе побуждают человека что-то делать. Что-то делать, что потом может остаться, например, в городе. Либо что-то делать, что он потом может забрать домой и оставить себе на память, что он сделает со своими детьми, например. На время фестиваля «Самарская набережная» превратилась в уникальное творческое пространство. Причудливые архитектурные композиции, мастер-классы по кулинарии, возможность самим создать замысловатый арт-объект. На Волгофесте даже слоны точь-в-точь, как на даче купца Головкина. Пока одни учатся играть на необычных музыкальных инструментах, другие наслаждаются выступлением творческих коллективов. Деревянный плотно отмели Волги, креативные фонтаны, в фестивальную площадку превратился и пляж. В этом году тема фестиваля – навигация на реке и в городах, поэтому особое внимание территории и пляжа. Здесь множество тематических площадок и арт-объектов, но больше всего гостям понравились вот эти гамаки. Здесь можно расслабиться, отдохнуть, покачаться и полюбоваться Волгой. В этом году на Волгофест ехались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, на Волжских берегах и иностранные артисты. Самара впечатлила актеров французского театра. Прекрасные впечатления, очень весело. Мы ходим босиком по пляжу, атмосфера восхитительная. Впечатления от этого всего может быть только самые хорошие. По словам создателей Волгофеста, работа по организации не прекращается в течение всего года. Едва закончился этот фестиваль, и организаторы уже придумывают творческие решения для следующего. Алина Чемберс, Василий Калдашов, События. Бодрым шагом с песнями и хорошим настроением к Волге спускаются участники парада «Дружба народов». Всероссийский парад проходит второй раз. На территории нашего региона много лет дружно соседствуют представители 157 национальностей, и поэтому самарцы охотно присоединились к акции. Праздник души и счастья – это единение России. Представляете, такое шествие, столько людей представляет, столько, знаете, все народы. Мы любим Россию, которая дает нам возможность, ну, вот так жить хорошо. На главной сцене праздника российские паспорта получили две украинские семьи. Мы вас поздравляем. Отпраздновать День России на набережной собрались тысячи самарцев. С праздником горожан поздравил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что наша область во все времена вносила весомую лепту в развитие страны. Регионы сейчас показывают рекордные темпы ввода жилья, направляют большие средства на строительство дорог и социальных объектов. Мы живем с вами в свободной и независимой стране. И всегда мы, когда были вместе, когда были едины, мы были непобедимы. Так было, так есть и так будет всегда. Главным подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. Свои знаменитые хиты исполнили музыканты группы «Ума Турман». Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шлафас, Григорий Плешаков, События. Косить нельзя оставить. В Самаре начинается сезон аллергенной травы. Задача муниципальных служб – избавить горожан от амброзии. Сегодня по этому вопросу есть замечание. До 20 июня нужно скосить те сорняки, которые успели вырасти, а затем войти в летний режим работы. Раз в 10 дней устраивает тотальный покос на всех территориях. В городе работает около 115 бригад ежедневно. Это муниципальные предприятия благоустройства, спецремстройзеленхоз и отделы ЖКХ внутригородских районов Самары. Если мы сейчас пропустим этот покос травы, то начиная в конце июля-августе начинает цвести амброзия, которая является аллергеном для многих жителей. Естественно, нам нужно эту ситуацию сегодня не допустить. Что мы и сделаем. Сил хватает, желания должно быть и ужесточить требования. Самарские дворы приводят в порядок. По заявкам жителей проводится работа, необходимость которых давно назрела. Вопросы благоустройства теперь под контролем неравнодушных жителей. После проведения реформы местного самоуправления у них появились реальные возможности изменить ситуацию к лучшему. О том, что забор во дворе находится в аварийном состоянии, жители дома говорили давно. И вот теперь две секции аварийного сооружения демонтированы. Улица Товарная 5. Сейчас на месте идет ликвидация мусорных завалов, которые обнаружились после сноса. Это падающие две секции вот этого забора, которое нужно было демонтировать, его в кратчайшие сроки демонтировали, убрали. Сейчас вы видите, идет уборка территории, которая находится за этим забором, подрядная организация. Было спильно несколько деревьев аварийных на углу дома, товарные 5. Вопросы благоустройства, которые волновали людей годами, получили решение, когда за дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим, который активно включился в работу, неравнодушные соседи многого добились. Неподалеку, в заброшенном недострое, еще недавно была грандиозная свалка. После того, как к делу подключилась общественность, территорию освободили от многолетних залежей. Вопрос был поставлен жильцами. Здесь организовали мусорку, было завалено где-то на метр мусором полностью. Сюда приехала бригада рабочих, и они в течение трех дней, по-моему, убрали все, отсюда вывезли. Санитарное содержание территории, озеленение, освещение, ремонт жилых зданий, дорог – все это жители микрорайона номер 6 теперь держат под контролем. Им не безразлична судьба своего двора и всего города, а значит, реформа местного самоуправления приносит результаты. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Сегодня в Самаре прощались с главой советского района Владимиром Сафроновым. Он погиб в автомобильной аварии в ночь на понедельник, 12 июня. Мэр Самар Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова цитата. «Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города. Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей советского района. Его дело непременно будет продолжено». В Самаре дорожает вторичное жилье. Сколько процентов прибавил в цене квадратный метр, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В начале рабочей недели цены на нефть растут. Баррель марки «Бренд» стоит 48 долларов 50 центов. Валюта дешевеет. Курс на 14 июня. Доллар 56 рублей 90 копеек, евро 63 рубля 77 копеек. Золото стоит 2335 рублей, серебро 31 рубль 80 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 27 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 77 копеек. Средний чек жителей России за один поход в магазин в мае сократился на 2% и составил 512 рублей. Полеты за границу подешевели. По расчетам крупного тревел-агентства, за год цены авиабилетов за рубеж снизились на 21% до 19 тысяч рублей. А в Самарской области дорожает вторичное жилье. За месяц плюс 10%. В среднем квадратный метр сейчас стоит почти 45 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! Живой учебник истории. Осенью в Самаре откроется уникальный мультимедийный комплекс «Россия. Моя история». Проект охватит период с древних времен до наших дней. Это будут интерактивные панорамы, кинозалы, мультимедийные карты. Такая выставка работает пока только в Москве на ВДНХ. Сейчас специалисты музея Алабина, историки и краеведы готовят самарскую региональную составляющую проекта. Жители области приглашают поучаствовать в общественной акции «Пишем историю вместе». Поделиться фотографиями, видеоматериалами о значимых интересных событиях и людях, связанных с Самарским краем. Принести экспонаты из личного архива можно в Краеведческий музей имени Алабина, и они станут частью большого мультимедийного проекта. Нам интересно то, чем гордятся наши земляки. Как вспоминают события новейшей истории, которые произошли совсем недавно, события прошлого века. Для нас очень важно, чтобы вот эту живую ткань, вот этих событий, поднять и сделать элементом нашего исторического парка. 65 лет всей стране в песнях рассказывают о Самаре. В этом году юбилей отмечает Волжский народный хор. Уже через неделю артисты отправятся на гастроли. Выступать предстоит в Ярославской государственной филармонии и в Вологодском Кремле. О чем споют самарцы, знает Алина Чемерис. Хоть программа уже не новая и хорошо сыгранная, артисты Волжского народного хора по полной выкладываются на репетициях. Уже через неделю они будут выступать в Ярославле. Концерт под названием «Эх, Самара, городок» словно спектакль. Номера перетекают из одного в другой, вокалистов сменяют танцоры. Артисты говорят, здесь все универсальные солдаты. Балет поет, хор пляшет и играет на музыкальных инструментах. Зрители собираются покорять мастерством и невероятной энергетикой. Даже когда мы были, так скажем, в ближнем зарубежье, в Казахстане, зрители очень тепло принимают. Зритель все видит. Он видит, что ты из себя представляешь, он видит все в твоих глазах, и он слышит это. Когда идет голос в зал, прежде всего передаются вибрации. И вот уже эти вибрации зритель чувствует очень хорошо. Здесь нельзя сфальшивить. В этом году Волгскому народному хору исполняется 65 лет. В юбилейный гастрольный тур артисты отправятся в Ярославль, оттуда в Рязанскую область и в Вологду. Там состоится фестиваль «Лето в Кремле». Покорять публику со всей страны будут свыше полусотни музыкантов, танцоров и певцов. По пожеланиям зрителей концертную программу доработали. В одном из концертов мы должны будем спеть у стен монастыря. И нас попросили немножко более солидного репертуара, начать с него. Поэтому нам пришлось добавить к этой нашей поездке, добавить еще произведения, которые, ну так покажут, с более солидной, с более весомой. И даже мы там Богородицу будем петь. Вся программа цельная, она имеет один концептуальный ряд. И поэтому это очень важно, то, что она связана. И смысловая нагрузка, что в начале, что в финале всегда увязана. Мы рассказываем о том, откуда мы, о Самаре. И в первую очередь мы славим ее. Насыщенная программа включает в себя свыше десятка песен о Самаре и Волге. Юбилейные турне Волгского народного хора обещают быть насыщенным. Первый концерт артиста дадут 20 июня на сцене Ярославской государственной филармонии. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других событиях дня. Хотели украсть крышу. Ночью в полицию Самары поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются снять металлическую кровлю со здания на улице Металлургической. На месте происшествия стражи порядка заметили автомобиль Иш, в кузове которого лежали снятые со здания металлические листы. Чуть позже полицейские обнаружили похитителей, которые прятались в кустах. Ими оказались двое 27-летних местных жителей. Возбуждено уголовное дело. В промышленном районе Самары на пересечении Нового вокзальной и Нагорной микроавтобус врезался в фонарь. Пострадали 9 человек. У них диагностированы переломы ног, разрыв коленных связок, сильные ушибы. Водитель не смог пояснить, что послужило причиной аварии. Он был трезв, имеет большой стаж вождения. Автобус эвакуировал на спецстоянку для проведения технической экспертизы. Строительные работы по организации развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского откладываются. Перекрытие дороги, которое было намечено, на сегодня перенесли. Сейчас подрядчик не готов приступить к строительству проезжей части. Пока на месте перекрытия даже не выставили дорожные знаки. А эта работа займет не один день. Когда именно начнутся работы, пока неизвестно. Появилось свежее видео строительства развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Его выложил в сеть самарец Олег Максимов. Строители совсем скоро закончат заливку бетона на правой подпорной стенке кольца. Что касается участка дороги со стороны Ракитовского шоссе, судя по видео, там к строительству дороги не приступали. До июньской нормы погода в этом году пока не дотягивает в среднем одного градуса. По прогнозам областных синоптиков, до конца рабочей недели главным дирижером самарской погоды станет циклонический вихрь с Балтики. Ожидаются дожди и даже грозы. Может усиливаться ветер. При этом дневные температуры будут колебаться 20 до 25 градусов. Ночами 10-15 градусов тепла. Футбольная выставка с космическими технологиями. Дополненная реальность, футбольный IQ-тест и 3D-модель стадиона. В музее Самары Космической открывается выставка «Крылья будущего». Она посвящена истории географии FIFA, развитию правил игры в футбол и главным вехом клуба «Крылья советов». С теми, кто создавал выставку, познакомилась Валерия Макарова. Это титульная открывающая стена выставки. На ней будет представлена информация, посвященная истории и географии FIFA. Здесь у нас будет расположена карта мира с расстановкой типологии и дизайнерских футбольных мячей. Музей Самара Космическая. Последние штрихи перед открытием новой выставки. О чемпионате мира, Самаре как городе-организаторе и футбольной команде «Крылья советов» не обошлось, конечно, и без космоса. Зачастую космонавты являются не только любителями и игроками в футбол, но и болельщиками. И здесь в специальном блоке мы рассказали о том, как космонавты у нас любят играть в футбол в условиях нулевой гравитации. Музей под ракетой – один из символов Самары на карте FIFA, и потому именно здесь обрела постоянную прописку выставка «Крылья будущего». Удивлять гостей будут почти космическими технологиями. С помощью дополненной реальности посетитель сможет увидеть стадион Самара-Арена в разрезе. Он наводит свой гаджет, планшет на вот этот маркер и получает трехмерное изображение стадиона. Причем понятно, что у нас здесь есть модель объемная. Эта вещь, скажем так, она дополняет. То есть мы можем как будто бы очутиться внутри стадиона. Над созданием выставки работали почти два года. Есть интерактивные площадки с футбольным IQ-тестом и настольным футболом. 3D-модель стадиона «Самара-Арена» – стенд с историей клуба «Крыльев Советов». Многие экспонаты из частных коллекций и музея футбола. Сейчас в музей идут последние приготовления, а для посетителей выставка откроется в среду 14 июня. Работать она будет вплоть до чемпионата мира и во время него. За этот год выставка будет постоянно изменяться и дополняться новыми экспонатами. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Барьеры взяты. Конно-спортивный клуб отметил седьмой день рождения. Целый год юные всадники брали призовые места на соревнованиях. Отметить торжественную дату решили красочным и зрелищным представлением. На праздники побывала Алина Чемерис. Прежде чем выйти на манеж, юные всадники седлают лошадей. Сегодня блистать на публике предстоит всем четвероногим спортсменам. Конно-спортивный клуб отмечает свой седьмой день рождения. Дарья Вдовина выступает на лошади с гордым прозвищем «Гвардия». На ней девушка получила первый юношеский разряд. Рассказывает, гвардия – дама способная, добрая, но все же с характером. Просто замечательная лошадь, добрая, отзывчивая, быстро учится всему. Она не любит жесткость, она отвечает тоже жестко. То есть ей нужно очень мягко, гладко, чтобы по-доброму к ней относились, как она сестра моя. Даже когда у меня нет тренировок, я прихожу сюда и сижу с ней, могу даже часами просто разговаривать. В клубе занимаются свыше сотни юных спортсменов. Многие из них не раз становились призерами и победителями соревнований различного уровня. На представлении по случаю праздника только самые зрелищные выступления. Конкур, где спортсмен на лошади преодолевает барьеры, парные номера, а также элемент высшего пилотажа – управление лошадью без уздечки. Не обошлось и без творчества. Шквал аплодисментов сорвал номер «Ангелы и демоны». Спортсмены показали сложнейшие элементы выездки. Лошадь любит людей сильных духов, так скажем. Если человек не уверен в себе, если он сомневается, то лошадь начнет гнуть свою линию поведения. Для лошади важно лидерство человека. Если всадник не лидер, то лидером станет лошадь. Учим в первую очередь детей, чтобы они стали лидером под нашей лошади. Без жестокости, но с настойчивостью. В течение года юные участники клуба привозили призовые места со всех соревнований. Тренеры говорят, залог успеха в том, что спортсменам удается дружить с лошадьми. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Королева спорта в эти выходные собрала самарцев на набережной. Фестиваль легкой атлетики прошел в столице региона уже в шестой раз. Массовый старт увидел Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Семейная пара Виктора и Мария Колдашовы с королевой спорта легкой атлетикой «Наты». Тренируются каждый день и выходные проводят активно. Перед забегом на набережной легкая разминка. Интересно провести выходные, используя. Поехали разогреем, грунт, интересные музыкальные мероприятия. Так же спортивные, поэтому любим всякие мероприятия. Фестиваль по легкой атлетике проходит в Самаре в шестой раз. Уже есть постоянные участники и каждый год прибавляются новые. Люди сами приезжают, регистрируются и участвуют. Поэтому мы считаем, что на данный момент более 400 участников, но это чисто люди с желанием приехали в других городов и участвуют. Это хорошо. Первый забег детский на 530 метров. Участникам от 5 лет. На финише каждому сразу награда. Медаль и сладкий приз. Следующая дистанция семейная. Папа, мама и ребенок. Кузнецовы пришли вторыми. Говорят, есть куда стремиться. Тяжело догонять. А так будем улучшать и будем постоянно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Среди дистанций есть и самарская миля. Эта мера длины меньше стандартной, но символическая. 1586 метров. В честь года основания Самары. А последними на старт выходят участники самых серьезных забегов. На 10 километров и полумарафон. На 21 километр 100 метров. Чтобы пробежать всю дистанцию, маршрут проложили и по набережной, и по Волжскому проспекту. На старт, внимание, марш! Ура! Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин